Город Петра – выставочный уездной проект, повествующий о развитии городского пространства северной столицы России, на которую последний царь Пётр I оказал решающее влияние. Экспозиция состоит из пяти разделов, каждый из которых расскажет о конкретной части Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургском острове, Адмиралтейском, Васильевском, Московской и Выборгской странах. Именно на такие районы был поделён новый город первым русским императором. Авторами идеи выступили сотрудники Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Эту выставку мы сделали совсем недавно, буквально летом, и первые два города, которые он посетил – это Воронеж, Ульяновск. Урочен он к 350-летию со дня рождения Петра I. Это такое событие, которое празднуется и отмечается во всех регионах и городах России. Поэтому мы, конечно же, хотели сделать какую-то такую выставку. В экспозиции сделаны петербуржцами много чертежей и планов изображений города первой четверти XVIII века. Есть подлинные предметы Петровской эпохи, а рядом с ними около ста гравюр и фотографий Петербурга конца XIX – начала XX веков. Всё это позволяет посетителю познакомиться с основными этапами развития города на Неве и постройками, которые появились на свет при жизни царя и ощутить, насколько дальновидным был Петровский план строительства новой столицы. Эти предметы подлинные, и они как отражают время Петра I, эпоху Петра I, так и некоторые из них связаны именно с личностью Петра I. Экспозицию дополнили материалами из фондов Ульяновского областного краеведческого музея, рассказывающие об эпохе Петра I и его личности. Среди представленных предметов ульяновскими музееведами рукописная книга «Житие Петра I 1762 года». В ней отражена история рода царя, монеты номиналом в один рубль 1725 года и весом больше одного килограмма, сделанные по образцу шведской монеты. Один из самых интересных экспонатов – это отиск руки Петра I, копия XIX века. И там интересная история, что в 1707 году, когда Петр I посещал железноделательные заводы в Рипецке, он совершенно случайно опустил руку в формовочную смесь, и рабочие быстро сделали копию, такой слиток с руки. Познакомиться с достижениями Петровской эпохи может каждый желающий в историко-мемориальном центре музея Гончарова до 5 декабря, после чего выставку «Город Петра» отправят в северную столицу нашей страны.